Победа Да и плюс ко всему для Евпатории это будет домашняя игра 31 мая, она запланирована сейчас подача штрафную евпаторийцев, Троцкий уверенно забирает мяч в руки, получится ли быстрая атака у Ялты, сейчас посмотрим. Левым флангом они атакуют, передача в штрафную, уверенно играет Троцкий, на выходе мяч забирает и быстро рукой вводит на Нурединова, абсолютно свободная правая бровка, здесь можно проходить. У Нурединова хороший дриблинг, так он и делает, уже в штрафной площади находится, подрабатывает под удар, удар по воротам и мяч попадает в кого-то из игроков, Рубина и не залетает в ворота. Заки Алиев, Матвиенко. И там нарушение правил, конечно, да, достаточно грубо сыграл был Тараилов, если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим за этим опасным штрафным ударом, снова Матвиенко у мяча готовит подачу, один человек в стенке, низом идет передача, Нурединов, удар по воротам и какой красивый гол! Очень хороший получается удар у Нурединова, просто прекрасно, от перекладины залетает мяч, ничего абсолютно не смог сделать вратарь, хорошая домашняя заготовка, скорее всего, это именно домашняя заготовка от Евпаторицы. Хорошее начало, 11-я минута, 12-я минута матча, 1-0 Евпаторицы открывает счет в сегодняшнем матче, так как наш матч закрывает программу 25-го тура. И вчера также было сыграно несколько матчей, Николай Хомич там неплохо в атаке борется, прессингует и в итоге Евпаторицы мяч себе забрали, но в итоге неточная передача получилась у Нурединова. Матвиенко на дальнюю неплохо, Александр Борщ, удар по воротам и вратарь перевел мяч на угловой. В ближний угол решил пробить Борщ, создавая дополнительные сложности для Евпаторицев при выходе из обороны в атаку. Сейчас совершенно один Июпов. Подходит к штрафной, делает передачу на Хомича, Хомич, удар. И должен был здесь завершать, конечно, и решать все вопросы Николая Хомич. Подача от Задзиева. Дали пробить Задзиева, он это сделал. Но Троцкий был внимателен, мяч в падении забрал и теперь ногой сильно вперед в направлении Борща. Борщ. Макиев там буквально повис на нем. Сейчас приносит извинения на Матвиенко. Здесь сразу двое против него. Войтенко. Хорошая передача получилась. Клочко. Низом передача. Хомич не попадает. И вслед за ним набегал уже на второй линии. Назим Июпов. Снова Москаев все еще с мячом и только потом в подкате уже помешал. Войтенко, Дзадзиев, штрафной Евпаторийцев. Удар поворотом. Матвиенко. Поджимают. Очень высоко прессингуют. Болисты Рубина. Сразу видно, что им очки тоже нужны. Хорошая атака получается. Нуридинов. Один на один с вратарем. И 2-0. Для Вер Нуридинов. 38-я минута матча. Дубль делает полузащитник Евпаторийцев. Хорошая получилась атака сейчас. На ближнюю неплохая подача получилась. Хомич бил и попал в штангу. Едва сейчас третий мяч не залетел в сетку ворот гостей. Макиев. Теряют здесь мяч футболисты Рубина. Юпов. Играет с Автаевым. Автаев. Низом делает передачу штрафную. Хомич. Мы видим, что Борщ остается на своем левом фланге. А Юдин как раз занял место Николая Хомича именно. Штрафную это исполнить. Хотя у мяча еще есть и Тараилов. Но я думаю, что именно Дзадзеев будет исполнять здесь штрафной удар. И здесь, скорее всего, будет именно даже удар по воротам. Так как не видим мы даже большого количества футболистов Рубина в штрафной площади и в Патарийцев. Удар по воротам низом. Троцкий блестящий мяч вытаскивает. Коржинский девятый номер поля покинул. Вместо него восемнадцатый номер в игру вошел Денис Чуко. Удар по воротам Евпаторийцев. Хороший удар получился. Будем надеяться, что контролировал, в принципе, полет мяча Виталий Троцкий. Но мяч прошел рядом со штангой. И ударился в дальнюю стойку ворот. Следующий матч футбольный клуб Евпатория проведет на выезде против КФУ Бахчисарай 27 мая в субботу. Сейчас подача. И вот теперь уже мяч был засчитан. Это Евгений Харченко забивает хороший, красивый гол. 88-я минута матча. 3-0. Я думаю, что снял все вопросы сейчас Харченко о победителе в этом матче. КОНЕЦ КОНЕЦ